Здравствуйте! В студии Анна Туполева. Я и мои коллеги расскажем о главных событиях экономики Донского региона. Итак, сегодня в программе. Донские депутаты против ГМО. Парламент настаивает на ограничении ввоза генетически модифицированной продукции в Россию. Парамоновские склады сдали в аренду на 45 лет. Инвестор реконструирует их в Конгресс-центр. Для тех, кто боится рисковать, возможно ли инвестировать в личный капитал, не боясь прогореть. Аграрные российские регионы выступили против ГМО. Донские парламентарии решили поддержать коллеги с Краснодарского края, которые обращаются к президенту, премьеру и федеральному собранию с просьбой ограничить ввоз генно-модифицированных организмов в Россию. Накануне этот вопрос обсуждался на заседании Аграрного комитета. Подробности в первом материале программы. Продукция с ГМО недорогая, и потому ее охотно импортируют разные государства, в том числе и Россия. Однако во многих странах ее оборот жестко ограничен. По мнению донских депутатов, дешевая продукция с ГМО способна разрушить отечественное сельхозпроизводство. Это, прежде всего, безопасная, удовольственная безопасность нашей страны и, в частности, населения Ростовской области. Этим вопросом озабочено все население нашей страны, скажем так, привлечено внимание общественности, депутатов, правительства Ростовской области. Поэтому мы соответствующий законодательный акт в этом направлении принимаем с целью уменьшения или исключения фактов проникновения в качестве продуктов питания в нашей области, в ближайшие регионы генномодифицированных продуктов. В Ростовскую область чаще всего привозят генномодифицированные семена. Ситуацию нельзя назвать критической, и все же вопрос для АПК актуальный и требует решения. Еще одна инициатива профильного комитета парламента – поправки в федеральный закон о мелиорации земель. Донские депутаты обеспокоены ситуацией, сложившейся вокруг защитных лесонасаждений. Шла земельная реформа, она до сих пор продолжается, и в результате этой реформы земли сельскохозяйственного назначения не поделены между пайщиками, дольщиками и так далее, этими людьми, которые работали в сельском хозяйстве. К сожалению, при этом в раздел не вошли лесозащитные насаждения, так называемые лесополосы, которые выполняли определенную роль, связанную с мелиорацией земель, в части снегозадержания, дополнительного источника выработки кислорода и так далее. Они оказались сегодня и являются федеральной собственностью. И потому эти земли остались без должного ухода. Донские парламентарии считают, что эти участки необходимо передать областному управлению сельского хозяйства. Кроме того, обсуждалось два вопроса от комитета для ежегодного отчета губернатора перед парламентом. Один из них – о господдержке животноводства. Второй вопрос – то, что связано с законом о выделении земельных участков под строительство людям, имеющих в себе трех и более детей. Эта проблема, особенно в городах сегодня, скажем так, решается очень тяжело, потому что свободных земель нет, их надо изыскивать за счет свободных земель, скорее всего, в близлежащих муниципальных образованиях. Мария Индарькова, Андрей Токарев, Главное – бизнес. Парамоновские склады превратят в гостиничный деловой центр. Памятнику архитектуры, наконец-то, нашли инвестора. Реконструкцией складов займется компания «Альянс М». Об этом журналистам рассказал заместитель главы региона Игорь Гуськов. По его словам, сооружения, построенные в XIX веке и оборудованные уникальной системой охлаждения посредством родников, уже переданы инвестору, который реконструирует объект в центр современного искусства. С фирмой заключен долгосрочный договор аренды на 45 лет. Согласно проекту, новый комплекс вместит в себя галерею искусства, спа-центр, две гостиницы, ресторан и деловой центр. Пять корпусов складов будут объединены общей композицией с зеленой зоной отдыха. По словам донских властей, объект полностью будет сдан в эксплуатацию не раньше, чем через три года. Другие новости экономики Ростовской области коротко в информационном дайджесте. В Ростовской области выберут лучшего экспортера. Заявки на участие в конкурсе принимаются до конца февраля, сообщает областной Минэкономразвитие. Участниками конкурса могут стать юридические лица, независимо от организационно-правовой формы и форм собственности, а также индивидуальные предприниматели, зарегистрированные на территории региона. Конкурсанты должны осуществлять экспорт, произведенный на дону готовой продукции, товаров, работы или услуг. Конкурс является одной из мер поддержки экспортеров. Финансовая помощь включает в себя пять видов субсидий. Кроме этого, как действующим, так и потенциальным экспортерам предлагается девять видов организационной и информационно-концентрационной помощи. Воспользоваться поддержкой могут не только крупные, но и средние и малые предприятия области. Более полутора миллиардов рублей выделили донские власти на расселение аварийных домов. Об этом сообщает областное Министерство строительства, архитектуры и территориального развития. Из них более 600 миллионов рублей – средства фонда содействия реформированию ЖКХ и чуть более одного миллиарда – средства областного бюджета. В 2014 году планируется переселить 1260 семей. Сокращение аварийного жилфонда находится под личным контролем губернатора. В донской столице сейчас насчитывается 102 аварийных многоквартирных дома, требующих отселения. Девять из них подлежат реконструкции, а 93 – сносу. Почти на 4,5% выросло промышленное производство в регионе за минувший год. По данным Ростовстата, этот показатель на 0,5% выше среднероссийского. В частности, в сфере обрабатывающих производств прирост составил 4%, добычи полезных ископаемых – почти 6%, 5,8%. Из пищевых продуктов за минувший год возросло производство свинины, колбасных изделий, растительного и сливочного масла, муки и крупы. Из подакцизных товаров больше, чем в прошлом году, выпущено коньяка и столовых вин. Сельхозможиностроение по итогам года увеличило производство зерноуборочных комбайнов, косилок и сейлок. Не изменилась к концу года ситуация в автомобилестроении. За 2013-й существенно сократилось производство легковых автомобилей, а грузовые автомобили и автобусы не выпускались. Стопроцентная сохранность капитала с доходом несколько выше, чем по вкладу в банки. Такую возможность дают облигации. Кредитные учреждения, инвестиционные компании и фонды вкладывают в эти ценные бумаги колоссальные средства и получают фиксированную доходность при заданном сроке инвестирования. Смогут ли частные клиенты использовать этот финансовый инструмент? Об этом шла речь на специальном семинаре. Подробности далее в программе. Главная цель тренинга – повысить финансовую грамотность жителей региона. В нынешней ситуации, связанной с отзывом лицензий у некоторых банков, многие ищут новые, надежные способы накопления. Один из таких – инвестирование в облигации. Сегодня мы проводим мероприятие, чтобы объяснить людям, что такое облигации, что значит предприятие берет в долг деньги, как можно этим воспользоваться для того, чтобы получить выгоду для своего личного семейного бюджета. Сделать это правильно, без разочарований и без ошибок. Когда компания хочет получить кредит в обход банка, она выпускает облигации. Держатель такой ценной бумаги становится кредитором этой фирмы и потому может рассчитывать на больший процент, чем получал бы по банковскому депозиту, так как между ним и заемщиком нет банка-посредника. Облигации, конечно же, это высоконадежный инструмент, который дает фиксированную доходность. По облигациям выплачиваются промежуточные дивиденды, которые именуются купонным доходом. И в целом порог входа на этот рынок, он не такой большой. То есть, в принципе, человек имеет даже 10 тысяч рублей, может купить несколько облигаций и получать по ним стабильный доход. До последнего времени ставки в банках были достаточно высоки и привлекательны. Однако сейчас многие принимают решение хранить капитал в облигациях. Мы заранее, когда инвестируем в облигации, знаем, сколько мы получим процентов через 6 месяцев о стоимости облигации. То есть, в этом плане облигации очень сильно похожи на банковский депозит. Фактически, они являются ее заменой. Особенность облигации заключается в том, что вы можете продать ее в любой день, торговый день имеется на бирже, не дожидаясь окончания выплаты процентов по купону, то есть как в банковском вкладе. И вы получите эти проценты за тот день, который вы держали эту облигацию, или за те дни, которые вы держали облигацию. Покупатель облигации выбирает надежность и предсказуемость. И потому это хороший инструмент для накопительного инвестирования, чтобы копить деньги постепенно. Например, для будущего обучения детей, покупки дома или для дополнительного пенсионного капитала. Мария Индрикова, Андрей Коробко. Главное. Бизнес. И на этом наш выпуск завершен. Я желаю вам приятных выходных. До встречи на нашем канале в понедельник в это же время. Главное, оставайтесь с нами. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова